Здравствуйте всем! Очень приятно видеть, что вы пришли в свой жаркий день сегодня, потому что действительно будет очень жарко, и поэтому рада, что довольно-таки много у вас здесь собралось. Да, меня зовут Алексей Грейс, я основатель школы иллюстрации Вольвове Illustration School, а также организатор первого фестиваля в Украине Illustration Fest, который проходил в Одессе в прошлом году. И сегодня хотела бы рассказать вам, что такое коммерческая иллюстрация, вообще, что она из себя представляет, ну и с чего молодой иллюстратор может начинать свои первые шаги в этой сфере, в этой области. И вообще, что же такое иллюстрация в принципе? Существует довольно много таких насуждений, за чего она нужна, или сомнений вообще стоит ли ей пользоваться, поскольку есть и графический дизайн. По сути, иллюстрация это и есть та визуальная коммуникация, которую мы можем наблюдать, в принципе, каждый день вокруг себя, на битбордах, книгах, журналах, каких-то, не знаю, там, выписанных билетах в метро и так далее. То есть, по сути, это именно тот визуальный такой коннект, который связывает непосредственно потребителя нашего телевого зрителя и как бы сам продукт, на который как бы стоит обратить внимание. И в принципе, очень часто рекламщики пользуются этим моментом для того, чтобы больше внимания обратить на какой-то свой бренд, его продукцию. И если говорить о том вообще, откуда пошла иллюстрация, да, и, ну, не знаю, там, какие-то первые вообще, кто были первыми иллюстраторами на самом деле, то можно сказать, что первыми иллюстраторами были еще те древние люди, которые жили где-то в пещерах, да, и рисовали на стенах свои какие-то рисунки на скайне. То есть, таким образом, они показывали, ну, свою жизнь, потому что иллюстрация – это, прежде всего, ведение какого-то сюжета, то есть рассказ непосредственно о своей жизни через картину. Ну, иллюстратор, естественно, является этим человеком, который разговаривает с нами этим визуальным языком. То есть, как они рассказывали нам о своей жизни, благодаря этому мы сейчас можем посмотреть, что они делали, чем они, там, не знаю, пытались, да, и как они вели свой быт. И, в принципе, естественно, это можно назвать полноценными, как бы, иллюстрациями. И вообще, если, там, даже вспомнить свое детство, наверное, там, каждый из вас или каждый второй что-то всегда рисовал у себя, там, где-то в каких-то блокнорах или тетрадках. И не потому что вы тут теперь наверняка быть какими-то великими художниками, а потому что это очень легкий способ передачи информации через именно такой, ну, как бы, через картинку. То есть, вы, таким образом, тоже пытались это сделать, поэтому можно сказать, что в каждом из нас живет такой маленький иллюстратор, который постоянно хочет как-то визуально преподнести немножко что-то в этот мир о себе. Ну, и непосредственно, поскольку 80% людей на Земле являются визуалами, то и воспринимать всю информацию легче всего через картинку. Если вы обратите внимание, то, когда вы сидите в интернете, либо же выбираете себе какую-то книгу или какой-то продукт, вы всегда обращаете внимание на то, как это выглядит. Потому что человеку по своей природе, да, хочется иметь какую-то красивую вещь. То есть, когда вы листаете какие-то посты в интернете, то, скорее всего, вы не обратите внимание на какой-то пост, не сопровождающийся какой-то картинкой, какой-то медиа, да. То есть, постоянно, ну, это есть та вещь, которая обращает ваше внимание и обращает на какой-то там, не знаю, пост, продукт, ну и так далее. Вот. Ну, и что же касается непосредственно самой коммерческой иллюстрации. Ну, прежде всего, есть у нас два вида иллюстрации, да, это персональная и коммерческая. Что же их, как бы, различает? Ну, прежде всего, то, что коммерческая иллюстрация, это за него вы получаете деньги. Ну, касаясь все-таки персональной, да, потому что хочется сначала говорить о ней, то это непосредственно самый первый такой важный шаг в профессии иллюстратора. Потому как с него вы начинаете вообще, ну, собирать какие-то свои первые идеи, становить свой стиль и ориентироваться вообще в том, ну, как бы, что вам нужно, что вам ближе. То есть, это такие первые шаги, которые вы, ну, как бы, должны сделать для того, чтобы получить потом какие-то коммерческие заказы. Потому что 90% вашего успеха решает ваше портфолио. И неважно, там, в принципе, даже, что вы заканчиваете иногда, потому что, там, я закончила Академию искусств, и мой диплом так валяется где-то себе далеко, там, на полках, и никто никогда ни в жизни его не спрашивал, и, наверное, не спросит ни один заказчик. Поэтому, как бы, со 100% уверенностью могу сказать, что если не ваше портфолио, то, в принципе, ничего другого не имеет значения, кто вы, откуда вы, и так далее. Вот. И в персональной иллюстрации, конечно, очень важно вообще выделить для себя какие-то моменты, которые сделают ваш стиль индивидуальным. Потому что сейчас, на данный момент, очень много появилось техник, очень много стилей существует, и сложно вообще разобраться, что же выбрать для себя, потому что хочется попробовать и то, и то. И поэтому здесь очень важно, чтобы ваша непосредственно какой-то, там, ваша, там, техника и стиль была максимально свежей и современной. Потому как, даже если сравнить, не знаю, там, художников, которые, например, не пользуются интернетом, да, как говорила я на пранк в одном из своих интервью, то можно заметить такую разницу, что их работы гораздо, ну, больше отстают от современников. Поэтому, как бы, это очень важно наблюдать вообще за тенденциями к иллюстрации, что у них происходит, обращать внимание на какие-то полезные, там, сайты, портфолио. Ну, и также наблюдать за успешными ведущими иллюстраторами, которые ведут какие-то блоги непосредственно. Потому что там вы тоже сможете прочитать очень много полезной информации. Ну, и коммерческая иллюстрация, конечно же, уже является таким, именно, грунтом, на котором держится, в принципе, скажем, ваш зарывы тогда. Потому что здесь вы уже по-другому раскрываетесь. Есть и в персональной иллюстрации, есть такие плюсы, как свободное время, потому что вы никогда не ограничиваете себя времени. То есть, например, на иллюстрацию вы можете потратить, там, и день, два, и неделю, как бы, неважно, да, это лично ваш продукт. Также плюс ее в том, что у вас нет дедлайнов каких-то задних заказчиков, которые будут объектовать свои условия, и вы, там, не будете знать, что делать. То есть здесь у вас полная свобода. Ну, и, конечно, самореализация, потому что в персональной иллюстрации вы можете максимально показать себя не с творческой стороны, ну, и, в принципе, раскрыть какие-то там свои, не знаю, грани, которые запрещают делать это какие-то коммерческие заказы. То есть в коммерческих уже заказах в иллюстрациях больше каких-то вещей, которые немного ограничивают, там, не знаю, ну, ваши, скажем, творческие таланты, да, которые вам хочется показать. Но, опять же таки, поэтому она это мерзкая, потому что заказчику нужно всегда получить то, что ему нужно. Вот. И вы рисуете в иллюстрации, да, как я уже говорила, ну, названа самореализация, свободное время и так далее. И два варианта подачи своих работ существуют. То есть вы туда рисуете в одном стиле, и туда вы выбираете себе несколько стилей. В принципе, я отношусь к иллюстраторам, которые работают в нескольких стилях, потому что, ну, мне неинтересно, идеально это тоже. Но есть иллюстраторы, которые непосредственно выбирают себе один стиль, и очень уверенно и четко по нему идут, потому что они уже как бы давно его собировали, он приносит им хороший доход, и заказчики обращают внимание по этому его, потому что его стиль является очень уникальным, свежим, так как рисует, скажем, он не рисует больше никто. Вот. И, конечно же, когда вы создаете, там, ну, работаете в нескольких стилях, вы, естественно, там, пользуетесь разными техниками, да, вот. И в принципе, работа и в новом стиле это то, что вы всегда уверены, что у вас получится сделать там любую вещь, потому что вот, ну, как бы, нарисовать что угодно, и только о вашей стилистике. В принципе, это, ну, да, хороший плюс, потому что это всегда будет вас освещать от остальных иллюстраторов, вот. Ну, и вы никогда не ворочите себе голову в поисках чего-то нового, потому что вы уже определились с каким-то своим, да, внутренним вот этим вот я, и совместили его со своей творческой подачей, и поэтому, как бы, ну, вот здесь очень важно, чтобы он реально не терял свою актуальность, вот, потому что, ну, как бы, должен быть стиль, определенно, какой-то, ну, очень, такой, современный, вот. И, конечно же, вы абсолютно индивидуально владеете там, пусть никто, кроме вас, больше не рисует, да, и это тоже классный плюс, потому что есть такие иллюстраторы, которые, мне бы сейчас хотелось поговорить, которые очень довольно-таки успешно, ну, в этом работают. Минусы также присутствуют, работа в одном теле, потому что, ну, как бы, где есть плюсы, там есть и минусы. И минус такой, что вы постоянно делаете одно и то же, поэтому я, как бы, отношусь к художникам, которые рисуют в разности, потому что мне нравится делать одно и то же, вот, и поэтому, как бы, вы рисуете одно и то же, соответственно, есть, возникает такая вещь, как неполная там самореализация где-то, да, либо какая-то застопоренность, например, либо что-то другое вас там не лечет, вот, и также вы не имеете так много заказчиков, потому что им хочется всегда чего-то нового, чего-то свежего, вот, а вы уже там выбрали что-то одно, да, и, ну, допустим, не всем подходит. Вот, ну, и также, как я уже говорила, ваш тиль просто в какой-то момент может потерять актуальность, потому что, если мы говорим о коммерческой иллюстрации, то здесь мы учитываем такой момент, как не только прибыль от картины, которые вы рисуете, но и также и известность. В принципе, что касается известности, то это, как бы, сугубо лично индивидуально каждого, насколько кто хочет развиваться в этой области, потому как очень многие иллюстраторы сейчас пользуются этой вещью, благодаря, там, соцсетям, да, каким-то различным проектам, которые они ведут параллельно с тем, что работают иллюстраторами, ну, и это дляносит им, как бы, известность и доход. Вот, и, в принципе, да, рассматривая таких иллюстраторов, которые работают в одном стиле, хотелось бы обратить ваше внимание на иллюстратора, дизайнера, моего любимого Сива Симсона, который работает по стиле, то есть это довольно такой, знаете, уже взрослый дядечка, мы там лет, не знаю, 50-м, сейчас даже такой взрослый человек, но при этом его иллюстрации очень такие играющие, очень, где-то с какой-то, и современной, и немного такой детской, иллюстрацией, да, каких-то своих этих смешных прожисов, там, смешных персонажей, то есть, в принципе, он выбрал такой стиль, по которому его очень легко узнать, потому как к нему обращается довольно много заказчиков, он работает с абсолютно различной продукцией, там, да, начиная от каких-то листазов, там, из тех же журналов и кто-то еще, и также с какими-то, там, работают брендами и, не знаю, там, продуктами быта, они будут только какой-то шампунь, или, не знаю, там, какая-то афиша, к примеру, вот, то есть, ну, вот, ну, вот такой, да, такой шампунь для животных, вот, в принципе, и его идеи всегда очень как-то классно выглядят, потому что он не просто еще рисует иллюстрации, но и также очень интересный сочетатель с типографикой, потому вот, если посмотреть, в каждом, почти, в каждой работе, почти присутствуют какие-то шрифты, типографики, да, которые он дополняет, это очень важно, потому что, если вы используете типографику в своей иллюстрации, то, ну, естественно, она должна быть очень связана, то есть, ваш шрифт, да, который вы придумали, должен хорошо соотноситься с стилем ваших иллюстраций, но также вот его иллюстрация, такая уже, конкретная иллюстрация в жизни, да, тоже очень такая интересная вещь, конкретная иллюстрация, потому что, очень есть большая разница между обычным конкретом и корректной иллюстрацией, что это означает, то есть, если обычный конкрет, это какая-то статичная, ну, скажем, там, человек, да, который просто рисовали, как он выглядит, то в иллюстрации конкретной уже можно проявить гораздо больше реактива, добавить какой-то сюжет, добавить еще какой-то интересной очень стилизации, какой-то крутой современной подачи, что сделает иллюстрацию именно, ну, что сделает портрет именно иллюстрацией, да, то есть вновлении таких вот каких-то моментов. То есть здесь мы видим какого-то человека и, в принципе, задав ему какую-то тоже свою историю и атрибуты, которые на фоне ему появляются, мы можем примерно упадать вообще как бы кто он, то есть, например, это яркая личность довольно-таки, да, и тут у него на плече какой-то маркер с такой тоже смешной рожицей, то есть, возможно, это какой-то художник, да, потому что здесь у него какие-то мысли вылетают из головы, и можно предположить, что он там в каких-то своих идеях этот маркер как-то наталкивает на то, чтобы он там рисовал, скажем. Вот. По таким каким-то атрибутам и вещам какой-то портрет, благодаря своей стилизации, там, может быть, гротеск, да, то есть какая-то еще вещь станет гораздо интереснее и современнее. Это уже Яна Франк. Я думаю, что есть люди, которые знакомы с историей Яны Франк, потому что это очень известный российский иллюстратор, который выпускает свои книги, ну, если вы знаете, там, да, очень классная книга, что я только читаю, которая называется «Профессия иллюстратора», ну, точнее, «Тайная коммерческая иллюстратор», да, вот. И как бы ее уникальность в том, что она тоже, как бы, была когда графическим дизайнером, обычно работала довольно долгое время, потом просто в один момент поняла, что иллюстрации ей гораздо ближе, потому как она больше стала рисовать какие-то картинки, чем уже занимаясь самим дизайном способе. Вот. Ну, и если рассматривать ее работу, то можно заметить, что она довольно-таки, ну, рисует какие-то, в принципе, одинаковые линии, да, эти ровные-черные, но в своих интерьерах, опять же-таки, говорить, что пока она добьется делать линии, да, чтобы она решала именно так, как она хочет, она раз в пять ее перерисовывает и она очень любит совмещать публичную графику и компьютерную, потому как большинство своих работ она отрисовывает тушью, ну, именно на свои контуры, и потом уже, при помощи, там, электрических редакторов того же фотошопа, в котором она, в принципе, находится, она уже добавляет все остальные эффекты. Ну, и, в общем, в частности, промерите вот какие-то, там, эротические какие-то темы, да, какие-то голые девушки. В принципе, она говорит, что давно уже, как бы, из этого началось ее, такие зарисовки первые, что она считала где-то, возможно, проверим, но друзья ей сказали, что это удачный ход, это крутая фишка, и поэтому мы можем продолжать его в том же духе. Ну, и, в принципе, Ариана таки сделала и довольно-таки успешно рисует этих девушек в различных образах, вот, и, поскольку она уже очень давно закрепилась на рынке коммерческой иллюстрации, то, как бы, ее светы довольно интересные, ну, как бы, любят не прислушиваться, потому что в ней все что-то новое можно для себя найти, например, она, там, часто пишет о том, как-то эти вдохновения, да, свое, и не потерять какую-то свою уникальность в своем стиле, вот. Ну, как бы, что еще рассказать о ней, то, что она является человеком, который очень грамотно это все делает и также проводит какие-то, ну, то есть к ней обращается очень много людей, пишет ей на сайт, да, по каких-то советах, и она всегда очень любит делиться какими-то, ну, то есть ответами, да, на вопросы, которые задают, и что касается, вообще, в принципе, начала вашей карьеры иллюстратора, если вы хотите какого-то объективного мнения, да, по поводу ваших работ, то есть, если вы начали создавать какие-то персональные какие-то свои вещи, картинки, то здесь очень важно, чтобы получить какое-то объективное мнение от человека, который тоже этим занимается довольно же успешно. То есть это могут быть тоже какие-то известные иллюстраторы, это могут быть какие-то тоже, там, художники, которые могут вам что-то рассказать, чтобы вы знали, правильно ли вы двигаетесь в каком направлении, и, то есть, не всегда остановитесь на том, чтобы показать свою работу только маме либо друзьям, которые чаще всего скажут, там, да, это буквально грунт, там, продолжая в том же духе, где все получится, да, возможно, так и есть, но существует все-таки какая-то субъективность и грамотность, которые ни мама, ни друзья вряд ли вам какое-то скажут. Поэтому я очень советую вам, если вы, действительно, как бы, начинаете карьеру иллюстратора, обращаться к каким-то действительно успешным именитым иллюстраторам, просто написав, допустим, там, либо на почту, либо в соцсети, и не отражайтесь, если он не ответит вам, возможно, он просто очень-очень занят, а если там ответит, то это очень круто, потому что вы получите абсолютно какой-то грамотный, ну, грамотный, хороший и агрективный ответ на вашу работу, и, возможно, его даже заинтересуют ваши работы, поэтому, как бы, не бойтесь этого делать, я это делала, и, в принципе, нежели об этом, потому что, ну, как бы, очень грамотная рецензия, там, вашей иллюстрации, это действительно очень важно. Вот, и дальше, это наша львовская художница, Леси Фейк, она работает в стиле минимализм, да, потому что мы сейчас говорим о художниках, которые работают в этом стиле, вот, ее такой минимализм, очень жесткий, такой дикий, да, то есть она, вообще, вот, отбирает все лишнее, откидывает, оставляет только что-то самое главное, такие, там, ее чисто контурные работы, да, очень минимально поданные, вообще, там, люди, и, ну, какие-то там, да, здания, да, архитектуры, все такое, ну, это, скорее всего, я думаю, что я его рисовал, все-таки, да, и она, как бы, очень такая, сама по себе открытая и простой человек, вот, но, что интересно, что рисует она очень-очень просто, и, по сути, она работает, возможно, там, кто-то это скажет, да я тоже так могу, господи, что там рисовать, да, но это просто смело, потому что, наряду с тем, что существует сейчас очень много всего яркого, броского, там, сложного и так далее, она выбрала себе такой путь, и, причем, этот путь пользуется довольно хорошей популярностью, и ее заказы стоят довольно дорого, что удивительно, потому что, действительно, не хватает, иногда, какой-то смелости иллюстраторов, ну, потому что, я вижу, какие-то какие-то сомнения есть, вот, у нее, видимо, нет, на них откинуло, ну, и поэтому, в принципе, говорили, что, да, иллюстрации стоит брать, ну, тут нормально, вообще, там, вот, ста долларов где-то за границей, вот, это уже иллюстратор для кого-то волосы, вот, который был представлен у нас на иллюстрацион-цесте в Одессе, вот, его работали уже, такие, конечно, более насыщенные какими-то сложными моментами, вот, и, в принципе, он тоже очень любит портретную иллюстрацию, и всегда добавляет в нее какой-то 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 сюжет, да, и, как бы, очень тоже работал, понравился на нашем фестивале очень многим людям и зрителям, и поэтому, как бы, это очень большой плюс вообще для иллюстратора, там, начинающего, так уже, скажем, профессионального участвовать в каких-то фестивалях, ну, таких масштабных, да, или делать свои профессиональные выставки, потому что таким образом вы знакомите людей со своим флорсистом, вы собираете, как бы, свою аудиторию, и уже идете к тому, вот, пути, где стоит в коммерческой иллюстрации та вот именно прибыль и популярность, ну, там, известность, вот. Ну, как бы, это делало такие постеры к, там, там, фильм, да, там, скажем мне, «Больцовский клуб», да, там, и еще один «Леон» и «Леон» и «Леон» и «Леон» это был, вот. Это он рисовал Виктора Гаусса, тоже очень известного российского иллюстратора, который тоже преподавал в школьном «Рейдвардскул» в Санкт-Петербурге, где обучилась я на иллюстраторах, вот, это очень классная школа, очень интересные знания там, группы преподавали очень классно, что можно пообщаться с людьми, получить, действительно, вот именно ту самую главную, важную такую рецензию на вашу первую работу, вот. Ну, как бы, Геор тоже, ну, довольно-таки, иногда меняется по стилю, но, в принципе, его всегда нужно узнать по каким-то его тем же контурам, по различным, там, цветовой даме, да, вот. И, как бы, сейчас уже плюсы работы в разных стилях, да, это то, что вы постоянно развиваетесь, потому что вы постоянно пробуете что-то новое, ну, вот так люблю делать я, например, потому что одна какая-то техника, какой-то стиль меня очень сильно, не знаю, статурит, я уже хочу в этом сделать какую-то серию, да, закончить ее, у меня уже какие-то новые гейдеры, вот. И у нас, конечно же, больше заказчиков, потому что, соответственно, чем там разнообразнее какие-то ваши техники, тем больше при нем стоит выбор, что же вы можете сделать, да, либо так, либо так, да, поэтому ему, как бы, интереснее самоработать, потому что интересно, когда ты тоже там, либо не знаешь что ждать по какому, либо, например,, ты ждешь какое-то, вообще, там, вообще, там Anderson 3, что может быть, да, то есть, возможно, даже, из наказана на самом деле, потому что если вы уже взрываете свои какие-то персональные, либо коммерческие иллюстрации на сайте портфолио, да, с камнем, там, WeHands, Revision, либо неважно, то у вас появляются какие-то фолловеры, которые следят за вашими работами, и вы за чьими-то работами следите, соответственно, в этом вдохновении черпаете, кто-то черпает кого из вас, вот, ну и, соответственно, так вы тоже стали диспопулярными и обращают очень много заказчики на, как бы, эти сайты внимания, потому что действительно есть очень много арт-директоров, которые действительно, там, сутками сидят на этих бехансах, ливишных и так далее, ищут крутых сегментаторов, которые бы подошли им, там, для каких-то их заказов. Ну, в принципе, нашли и меня, там, район, с которым я сейчас работаю, мне очень нравится вообще, я всегда хотела заниматься тем, что, ну, то, что они делают, и вот тоже нашли меня через Behance, поэтому, ну, в принципе, да, уже не первый раз, когда находит через Behance, поэтому это очень, как бы, классный ресурс для того, чтобы, ну, где-то засветиться, да, и получить, ну, какую-то там известность и из-за заказов, ну, да, из-за заказов, вот. Ну, как бы, и минусы, работа в разных стилях, ну, и уже где-то минусы, мне может так все быть и на то, что, потому что больше здесь для плюса, больше, но тем не менее, если в этих минусах, то заказчики всегда верили, что вы можете, там, сделать для него то, что он просит, потому что разнообразие большое в ваших стилях, и он сбивает, и он просто не верит, что вы действительно, там, отрисуете какую-то, там, вещь, которая ему нужна, ну, так вот, как ему давно, да, потому что вы можете так и так, и он, как бы, ну, может теряться, поэтому вот и те иллюстраторы, которые уже обладели четко своим стилем, о которых я говорила, они имеют большую популярность, потому что заказчик всегда уверен, что это будет именно так, круто, там, именито, да, потому что это уже именит какой-то стиль, вот, ну, и после этого нужно придумывать что-то новое для того, чтобы не терять внимание публике, это, в принципе, ну, не знаю, мне это минус, мне это плюс, потому что мне нравится придумывать что-то новое, это очень классный, на самом деле, стимул для того, чтобы не терять какую-то свою, не знаю, энергию, да, и постоянную работу над своими иллюстрациями, потому что бывает такое, что вдохновение пропадает, еще там что-то, да, происходит, но когда у вас при вами есть стимул постоянно как-то работать и держать, не знаю, там, людей, которые сидят за вашим творчеством в интересе, то вы все, соответственно, создаете какие-то новые вещи, вот, ну, и, в принципе, вообще очень сильно вдохновляет, когда на вашу работу обращают внимание, делают какие-то, не знаю, комплименты, что ли, вот, и, как бы, про человека, который работает в разных стилях, хотела бы поговорить, что Софья Мираедова, моя ученица, наставница, как бы, человек, который много чего мне рассказал и показал в своей школе иллюстрации в Санкт-Петербурге, она работает в разных стилях и, соответственно, с каждым годом, я раздомидаю свою работу, и она пробует, чтобы новое постоянно, там, идет по каким-то современным техникам и путям, то есть, когда-то она начинала только с акварели, с такой, там, акварели, там, онлайнер, и, ну, сейчас такая, там, кучная графика, где-то, с мужчиной, с флешоумом, то сейчас она уже полностью, как бы, делает свои работы в таком, ну, электронном биле, да, потому что она, там, мне нравится очень работать сейчас в программе Procreate, но IPT, да, то есть, там, как бы, очень удобно, можно легко передать какую-то, там, фактуру живой кисти и так далее, вот, ну, и это, как бы, такая серия была посвященная каким-то знаменитым актерам, в которых она, опять же, как и показала эту персональную иллюстрацию, да, дополнив ее какими-то интересными, такими фишками, моментами, вот, и придала очень классно характер и темперамент главных персонажей, вот, этих, вот, это уже следующая серия, и она очень любит ЧБ графику, эти работы были представлены на фестивале Иллюстра в Москве, который проходил в прошлом году, вот, очень крутой фестиваль, в нем была, и, блин, столько вдохновения и заряда энергии, я еще нигде не получала, как там, поэтому, не знаю, всем безумный советую попасть туда, в этом будет, должен будет проходить, вот, ну, и, как бы, такая, более дружно-каксиманская тема у нее, в общем-то, путешествовать по, вообще, по всему миру и так вдохновляет ее на какие-то и свои новые образы, потому что, то, что есть у нее такой, какой-то, какой-то свой прикол, наверное, она очень любит делать селфи, именно, ну, и веснаночные селфи, то есть, она, ну, не просто фоткается, а именно, как бы, зарисовывает себя, как она, ну, свой портрет постоянно, вот, и она очень любит себя передавать им через какие-то тоже, ну, в каких-то тоже образах, то есть, тоже, ну, ее портрет в таком, да, ну, не знаю, там, сомалиузме, да, тоже работает в серии Такое ЧБ, с той же юристой, вот, ну, как бы, очень интересная графика, но, в принципе, она очень востребована инвестором, потому что работает с очень многими журналами, инвесторскими агентствами, ну, и, как бы, принимается, занимается еще своими проектами, ведет в школу, дает лекции разных, ну, как бы, да, там, места, куда ее зовут, и сейчас она уже записывает онлайн-курсы, вот, и вообще в школе, вот, что-то, по-моему, 9 человек, у них каждый, там, подает что-то свое. Кто-то фэшн, кто-то график, кто-то, что-то, там, основы иллюстрации, вот, эта серия посвящена была российским, как раз, таким, мэтром иллюстратором, который, когда изобразила, это Юлия Блюхер, очень тоже известный иллюстратор, который работает в технике карандаша, ну, может, было, там, графита, вот, и часто иллюстрируется в журналах и книгах, тоже была на мастер-плассе, очень такой интересный человек, вот, Виктор Гаусс, конечно, таки, с той же школы, скажем так, всех, потому что тоже известен тем, что работают, там, журналами СНОП, там, и различными заграничными журналами, говорил, там, в последних интервью, что он работает очень много за границей, вот, и, там, Алексей Глубатов, это вообще, мой самый любимый иллюстратор из них всех, потому что он, как-то, не знаю, больше всех раскрыл какие-то мои, там, борщики потенциал, показал мне очень крутой мастер-класс по фотоколажам, и, в принципе, после лекции мы уже потом спустимся в галерею, да, и мои работы, которые будут в стиле фотоколажа, я сделала их, как раз-таки, после его мастер-класса, и, вот, говоря о том моменте, который я описывала ранее, о том, что получить, там, грамотную лицензию на ваши работы, я после этого фестиваля приехала, да, этого мастер-класса, сделала, там, серию иллюстраций, отослала их ему, и, ну, для того, чтобы мне было очень интересно, что он мне ответит, вот, и это было очень здорово, потому что он написал мне очень много, такое классное, ну, интересное, ну, интересное свое мнение, потому что это было, на самом деле, как-то поэтично, то есть, Алексей Курбат, это такой иллюстратор, который очень, как-то, он перечувственно относится к иллюстрации, на самом деле, видно в каждой его работе, как он, ну, прочувствует, там, каждый момент, при том, что он работает именно с фотографиями, то есть, он никогда не использует какие-то, там, краски, ну, то есть, такие ручные материалы, то есть, все, там, эффекты, которые надеваются он делает в фотошопе, вот, ну, и, естественно, Виктор Милом Янт, преподаватель в Британской школе дизайна в Москве, и ведущий в факультете иллюстрации, в котором, я даже, надеюсь, это не попаду, вот, и, как бы, тоже есть та серия, как бы, метров, ведущих фактически, как, ну, это даже, дальше, с работой Света Мироэдовой, когда она уже работала с различными музыкальными группами, в принципе, уже видно, как, насколько сильно освещается его один стиль от другого, то есть, она за счет этого никогда не теряет какую-то актуальность, потому что Света находится именно в центре свежей вот этой вот волны какой-то, да, которая проходит, потому что с каждым годом, даже, не знаю, там, возможным месяцем в иллюстрации появляются какие-то новые, там, техники, тренды, да, за всем этим нужно всегда следить и сразу, как бы, делать это и своей фишкой, но при этом не быть каким-то банальным, там, иллюстратором, вот, это вот работа Света Мироэдовой в группе «Гравнастория», такая скинь, группа уже, которая сейчас есть, то есть, раньше, в вокалисте, был в группе «Невосмайл», с ним она познакомилась, и, в принципе, с этого начали все в альфаторский такой путь, вот, и с ними она, с этими ребятами, работает уже очень давно, делает для них очень разнообразные обложки, всегда, в которых присутствует вот этот вот череп, то есть, она по разных техникам абсолютно его там делала, вот, и, в принципе, у них всегда очень интересный и так свежо тоже выглядит, вот, ну, как бы, тоже оттуда, ну, такие, даже, тоже, не другая техника, но, так же, там, «Гравнастория» есть с тем же черепом, вот, это уже какие-то такие, там, драмы, 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 знакомы с такими понятиями, ну, так, классно, нет, нет, ну, смотрите, бриф – это полное описание иллюстрации вообще, да, то есть, когда вам приходит какой-то заказ на почту, там, или, я не знаю, все эти, возможно, заказчики вам пишут, то бриф – это, грубо, полное описание того, что от вас хочет заказчик, потому что зачастую бывает так, что, там, либо вы классно рисуете, заказчик полностью вам доверяет, говорит, да, вот, делай эту штуку, вот, как ты, вот, видишь, хочешь, что я тебе полностью доверяю, все окей, либо он говорит, там, да, там, сделай, ну, я, там, просто не знаю, что я хочу, и вот это самый сложный момент, в этот такой, когда вы этот момент чувствуете, да, когда он говорит, «Я вот тебе доверяю, делаю что-то хочешь», то, в принципе, сразу вы требуете с этого заказчика бриф, потому что вы можете сразу придутся в работу, начать что-то делать, да, потом окажется, что заказчику это не восходит, и вам придется придумать что-то новое, опять же, какие-то затраты вашего времени, и, там, не знаю, ему просто придется, там, заплачивать, ну, это и все нормальные заказчики, бывают такие, не очень нормальные, которые не хотят этого делать, когда приходится с ними переставать работать, вот, ну, и, конечно же, это обращает вашу работу, потому что, когда у вас полное описание, как бы всей полной концепции, то иллюстрации, которую вам нужно нарисовать, у вас меньше каких-то там вопросов, да, и быстрее идет работа, то есть это очень важный момент, вообще, на самом деле, в любом нормальном заказе он должен присутствовать, да, в плэгах, там, не знаю, любых мелочей, по цветовой гамме, по стилистике персонажей, по окружающей среде, то есть все, все, все полностью должно быть прописано, ну, и референсы, это уже какие-то конкретные примеры, которые вам присылают затраты для того, чтобы показать, что он от вас хочет, то есть, ну, какое направление вы должны выбрать в своих работах, то есть, например, там, скажем, какой-то реализм, да, если вы там в нем рисуете, он вам может накидать, либо, как еще, какой-то стиль, то есть, что ему больше всего нравится, вот, референсы, это, ну, именно, все конкретные примеры, именно, в принципе, референсы вы можете собрать сами для себя, в каких-то, ну, для своих персональных иллюстраций, потому что, ну, я так очень часто делаю, когда, например, к кому-то приходят какие-то идеи, то я часто отбираюсь в какие-то либо фотографии, либо иллюстрации, где, которые мне нравятся, и они, в принципе, меня вдохновляют, и отталкивают на какую-то целостность моей концепции в иллюстрации, вот. Ну, то есть, очень круто, когда референсы вам подходят с вашими же работами, это уже говорит о том, что вы уже где-то загрепились как иллюстратор, и, в принципе, вам доверяют, и ваш стиль, как бы, являетесь именно той, ну, тем именно, который хочет у вас заказчик получить, вот. Ну, и, соответственно, в коммерческой иллюстрации, да, то есть, самое основное, иллюстрация уже правильная и книжная, вот, и в каждой день мы будем сейчас немножко облегать. Потому что, ну, как бы, да, я их заставила, да, потому что рекламная иллюстрация самая, как бы, дорогая, из этих трех, потому что, ну, работать с рекламочками так классно, потому что у них там всегда есть деньги, они готовы нормально заплатить и за все правки, и за, там, любые перерисовки и так далее. Вот, журнальная иллюстрация стоит по финансам гораздо ниже, потому как все зависит от того, на сколько вообще востребованы журналы, как в каком тираже опечатаются экземпляры, вот. Ну, и, в принципе, не знаю, смотря на наш украинский рынок, то можно сказать, что самым таким иллюстрируемым журналом является журнал «Шопок», с которым я работаю, вот. Ну, на самом деле, там, на обложке всегда какая-то иллюстрация, внутри всегда очень много иллюстраций, ну, и, в принципе, по ним можно посмотреть, что вообще даже актуально. Ну, и книжная иллюстрация, как бы, здесь с бюджетом вообще, как бы, всегда очень жестко, потому что они сразу говорят, что вот у нас есть конкретная сумма денег на эту иллюстрацию, ни копейки больше, вот, то есть, там, 50 права, как мы там сделаем, но больше мы не можем заплатить, вот. Ну, и, что касается рекламной иллюстрации, есть такая фишка, как «Раскабровка», да, для того, чтобы, ну, для рекламы, как говорится, поход рекламного ролика, то есть, тут делается для, ну, как бы, чтобы, господи, то есть, понятно, как должна развиваться вообще, ну, эта линия сюжета, да, рекламы, то есть, вам просто приходят такие вот зарисовки, когда нашел, где вам нужно рисовать это в своей стилистике, то есть, у вас уже все готово, вам не нужны там ниглифы, ни ректорницы, ничего, у вас просто есть вот такая вот, какая-то зарисовочная вещь, и вам нужно просто взять и рисовать это, ну, так, как вы это умеете делать непосредственно в своей технике, вот, ну, и очень часто, допустим, какие-то презентации, истории бордов, такие раскадровки, ну, как бы, очень актуальны, пользуются популярностью, вот, и очень классно вообще в этом всем играет именно реализм, там, фотореализм, то есть, это один из самых таких дорогих вообще стилей, который, в принципе, есть в коммерческой иллюстрации, то есть, если вы очень классно обладаете и умеете с ним работать, то считайте, что вы почти, там, на 100% вы не проиграете, если пойти в коммерческую иллюстрацию, потому что стиль, действительно, очень часто используются репамщиками для подобных вещей, ну, и вообще, в принципе, поскольку он довольно сложный, то и пользуются в него тоже очень хорошо, ну, да, например, это для рекламы Берти, я вам рассказал, там, для какой-то, там, рекламы, возможно, какой-то продукт, это, в принципе, зарисовки такие для мульчика одного, там, художника, который рисовал изначально, типа, это были такие скетчи, и затем же, как бы, эти все скетчи, вывезли полные зарисовки, вот таким вот образом, ну, как бы, темно, не видно, да, сильно, как бы, хорошо, вот, но, в принципе, понятно, что изначально он делал какие-то такие зарисовочные вещи, то есть, проебазал персонажа, там, ну, какой-то фон, да, вокруг него, вот, среду окружающую и так далее, какие-то моменты, детали, то есть, да, что вы, зачем идет, какая-то сюжетная линия, ну, и потом уже зарисовывал это все в свете своей, там, техники, вот, и журнальная иллюстрация уже сейчас, как я уже показать, вообще, с чего начались, ну, как бы, журналы, это журнал «Synthesitius», который был еще выпущен в 1896 году, один из самых таких первых журналов, которые стали появляться и печататься вообще, как бы, там, в мире, это журнал, из, ну, германских журналов, который участвовался в Бюнхене, основателем его были Альберт, Альберт, Соломьян и Томас Гайне, который был художником и нарисовал этого блюдо в красном и черном фоне, что, в принципе, стало его, как бы, логотипом, фишкой, вот, и журнал этот, вообще, как бы, начинался с того, что был таким художественным, и затем, как бы, они уже начали больше делать его таким более сатирическим, юмористическим, усмеивая такие темы, там, как мелкогуржуазия, о церках, о чиновничествах, какие-то политические моменты Германии, вот, ну, и здесь мы видим, что на каждом номере присутствует какая-то иллюстрация, то есть, на то время был, там, еще актуальный, вообще, академизм, да, некоторые вещи на обложках с МТС, у нас, мы можем видеть в таком академическом виде, либо же, так же, гротеск, вот, и, то есть, какие-то театральные, там, все-таки тоже у них там были, вот, и первый, там, раз, ну, и, соответственно, все это отрасывалось вручную, то есть, когда еще не было, там, каких-то, да, компьютерных, там, где всех технологий, вот, поэтому, как бы, первый тираж, они, там, очень, так, надеялись, что это классно пройдет, и выпустили 480 тысяч копий, из которых было куплено всего лишь, там, около одной, вот, но со временем журналу очень удастся популярность, за счет того, что там были всякие скандалы, которые любят люди, и, в принципе, он, наконец-то, приносил доход своим издателям. Очень много было скандалов, вообще, по поводу этого журнала, потому что островенки вообще его запретили, так как они писались очень таких многих острых политических тем, и это, в принципе, очень круто, потому что это сделало журнал очень известным и популярным, и иллюстрация играет с тоже такими острыми, то есть, если вы работаете в журнальные иллюстрации, то очень важно придать этому именно остроту сюжета какую-то, да, то есть, уже тут на какие-то тренды вообще не стоит, как бы, основываться и, ну, и смотреть, потому что здесь очень важная такая свежая подача и самый такой результат, да, что в нем самое такое острое и главное, на что, там, читатель может обратить свое внимание. Ну, и, вообще, в принципе, задача иллюстрации – это обратить свое внимание на 3 секунды, то есть, в 3 секунды человек обратил внимание на иллюстрацию, значит, вам, как бы уже, ну, купили на то, чтобы прочитать эту статью, либо прийти на этот пост, либо купить какой-то данный товар и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, здесь же мы видим какие-то там зачатки фэшной иллюстрации, вот. Это уже журнал «Балтия Негро», который выпускался в Мадриде, прочитавал он в 90 лекциях, там, в 1981, ой, в 1981, в 1981. Вот. И был таким дамским журналом, в котором описывались все-таки самые последние там события моды и так далее. Вот. Ну, и очень интересно то, что можно по этому журналу было посмотреть действительно такие первые зачатки, там, фэшной иллюстрации, и вообще, как бы, тогда те лодницы там ориентировались, какая прическа была модная, да, что вообще было актуально носить, то есть, иллюстрации вообще помогали людям вообще ориентироваться в таких вот вещах, да, например, здесь был макияж, там, где-то какие аксессуары были там модными и так далее. Вот. Вообще, как бы, зачаток именно самый-самый первый фэшн иллюстрации начался в 16-м столетии, когда появлялись первые гравюры и отчиски, в виде таких, ну, каких-то, ну, там, тоже людей в дизнарядах таких пышных, где люди, в принципе, ориентировались на моду. Ну, и потом уже в 19-м столетии, конечно, фэшная иллюстрация стала гораздо активней продаваться, ну, вообще, в принципе, работать, потому что появился во Франции такой человек, как Поль Пуаре, который стал учить внимание на то, что молодые дизайнеры, моды очень интересно, вообще-то передаю свои работы именно изначально отрисовывая их и так, вот таким образом он сыграл первых фэшн иллюстраторов. Вот. Ну, и потом уже, как бы, когда иллюстрация в журналах там существовала себе довольно-таки долго, да, до сих пор ей пришла фотография. Вот. Вот. Ну, и особенно изогнилась, конечно, на иллюстрацию вот таковую. Вот. Но, в принципе, как бы, такому моменту торжествовать пришлось недолго, потому что появился такой иллюстратор, как Ренеглио, который показал, что иллюстрация, конечно, может быть очень классной и дальше, ну, как бы, для журналов, и, ну, придумал новый стиль для себя, который до сих пор является очень актуальным и, ну, в принципе, образцовым. Это уже Катерия Семидина, современный их журнальный иллюстратор, которая тоже получилась там в Москве и сейчас тоже ведет свои курсы по иллюстрации. И, в принципе, ее работа тоже очень известна. Она очень любит совмещение тоже, как бы, живой графики и компьютерной, потому что, ну, как бы, жирная иллюстрация, да, какими-то живыми материалами, ничем не выступает в самом деле какой-то компьютерной вещи. Так как, ну, если сейчас можно часто услышать о том, что, там, иллюстрация, нарисованная вручную, уже потерялась актуальность и так далее, на самом деле, нет, это неправда и стоит она, в принципе, тоже, ну, там, не дешевле, потому как, ну, иллюстрация, нарисованная вживую, ничем не хуже компьютерная, потому как можно довести очень классно до коммерческого завершательного вида, да, например, на какой-то это или там последующий, два крутых эффектов, и, как бы, ну, ручную технику я никогда не поменяла, не отменить, думала, что это будет актуально еще очень-очень долго, вот, и, ну, как бы, и все еще очень интересно, она все сделала такой коллаж, вообще, когда надрезала фактуры, потом просто подрезала, там, эти руки, да, голову и ввели такую уже аппликацию. То есть, в иллюстрации очень много, на самом деле, различных классных ходов и техник, вот, которыми пользуются, какие-то там, именно, журнальные иллюстрации, потому что журнальные иллюстрации, ну, интересно очень тем, что здесь вы можете очень классно открыться творчески именно, да, потому что в рекламной, ну, очень минимально там очень, как бы, много условий вам ставят, которые не позволяют этого сделать. в журнале, и есть всегда какой-то сюжет, да, того, той статьи, там, в которую вы инвестируете, какая-то острота, и, соответственно, любая ваша какая-то интересная техника, да, необычная, может быть, очень классно, ну, может, очень классно понравится, там, вашему арт-директору, там, этого журнала. Ну, журнал «Нью-Йорк», это тоже очень интересный журнал, с 1925 года он начал существовать, вот, и такой, вот, это еженедельник, который выпускается с 47, например, как вот, тоже, как бы, и в него такой фишкой являюсь очень гротесной, как раз таки тема, вы знаете, гротеск, это такой стик, это что-то гиперболизируется, он привлечивается, он применьшается специально для того, чтобы показать какие-то основные черты, там, персонажа, либо то какая-то жадность, либо подлость, либо чего-то такое, потому что они очень часто политиков, наверное, загружают на своих обложках журналов, да, вот, от иллюстратора, вот, ну, в данном случае, да, мы видим увеличение, да, каких-то форм, головы и так далее, то есть, «Притеск» является очень классным инструментом в журнальной иллюстрации, вот, ну, и также другие обложки «Нью-Йоркера», вот, ну, и уже, как бы, современников художек-кубатов, которого я рассказывала, да, о котором я предлагала свои работы для рецензии, вот, вот, то есть, здесь мы видим такие акарельные переходы, да, такую интересную вообще технику, причем он все это сделан, действительно, на реальной компьютере, так вот, если дать Лешу Курбатову краски и кисти в руки, он просто таки испугается и скажет, что я не будет сидеть, я не знаю, сидеть, ну, как он говорит, что он боится этих очень материалов, вот, но, тем не менее, в его работах всегда присутствует вот такая вот именно поэзия именно, это его регистрация для журнала «Нобрый порт», здесь он уже немного по-другому подает свои работы, меньше такой какой-то поэзии там юзственности, да, потому что, ну, соответственно, тематика другая, вот, ну, и он работает очень часто журнала «Сноб», «Империал», «Джей-Кью», также какими-то заграничными зданиями, как «Робрый порт» и так далее, вот, да, «Империал», такие вот темы тоже у него есть, то есть, его работа всегда, ну, очень уникальна и актуальна тем, что его стиль вообще, это, как он делает, очень сложно скопировать вообще, передать, ну, делать то же самое, поэтому он очень другой иллюстратор, вообще востребованный, он, в принципе, ну, раньше, там, первый самый работ вешкопатого другого вы видели, потом, со временем, он пришел именно к такому стилю, кинемная, фотоколажу, к такому крутому, то есть, в этом, как бы, и суть и фишка вообще его творчества, потому что, ну, как бы, найти такую, как бы, интересную современную подачу, да, и обыграть таким образом, чувствовать все эти моменты, нюансы, ну, это, как бы, очень круто, если вы тоже сможете такое найти для себя, потому как фотоколажи, это, вообще, очень крутой такой инструмент, когда, например, художник не владеет, там, очень досконально анатомией, либо, там, перспективой и так далее, то есть, если вы не умеете рисовать, там, вручную какие-то такие вещи, то еще не означает, что вы можете быть иллюстратором, на самом деле, то есть, иллюстрация очень крутая именно тем, что в ней очень много классных ходов, техник и стилей, которые вы можете владеть без основ той же анатомии и так далее, потому что очень часто возникает такой вопрос, а стоит ли вообще, ну, владеть этими, там, анатомическими вещами, рисунками и так далее, да, для того, чтобы быть иллюстратором, на самом деле, нет, то есть, нужно владеть, безусловно, чувством вот этим эстетическим, да, никто никогда не отменял, естественно, все правила композиции и комплистики, вот, но, как бы, да, вот это мои, кстати, потому что я знаю регистрацию сейчас, секунду, вот, но, как бы, на примерах этих людей мы видим, что, как бы, все это возможно, без знаний таких, там, атомических, да, ну, это мои регистрации для журнала «Шо», с которой я работаю уже, где-то там, где-то, где-то, третий год, наверное, вот, и там же, как бы, за коллаж, у меня это получается все по-другому, то есть, ну, как-то вообще, там, своей какой-то тоже техникой, то есть, даже если вы пытаетесь там копировать себя, приближаться к какому-то стилю иллюстратора, то, в любом случае, это получается у вас как-то по-своему, в этом, в принципе, тоже очень, ну, крутая фишка есть, потому что вы, как бы, пытаетесь кого-то повторить, но, тем не менее, остаетесь при этом самим собой, либо сам себя зарождаете что-то такое-то, ну, о чем еще, не знаю, что может, это вообще такие самые-самые первые иллюстрации этого журнала, и задание было очень интересное, нужно было, ну, была такая вся фальс, нужно было написать его в просьбу, не не знаю вообще, как этот человек берется в профиль вот, и когда меня спросили, смогу ли это сделать, я понимала, что, конечно же, нет, но написала, что да, потому что, если вы писали себе какие-то квесты, вот, я понимала, что я вообще хотела работать с этим журналом, и подумала, да, конечно, вот, и поэтому, да, классно, рисуюсь нам того-того-того-того-того, окей, и, в общем, интернет, это сила, я начала просто всех этих людей в профиле в интернете, и, что не составило мне труда выполнить первое задание для этого журнала, и стать постоянно моего иллюстратора, вот, так что вы не будете ставить перед собой песты, такие, вот, ну, и, как бы, сейчас уже я буду постоянно с журналом шоу в технике фото-коллажа, потому что им очень понравился этот стик, вот, и я сейчас делаю иллюстрации для каких-то постоянно обзоров различных фильмов, то есть это был в виде детективы, которые сейчас там актуальны и модны, и нужно было в одной иллюстрации каким-то образом совместить пять детективов, вот, это первая работа фото-коллажа, которая была для этого журнала с Тарей Гильямом, который мне очень понравился, потому что я люблю этого, ну, этого режиссера очень, и поэтому мне было особо приятно, что мне дали работу именно, ну, как бы, на эту тематику, ну, как бы, не скажу, что прямо он самый любимый, но просто так получилось, что за этот период очень много про него говорили, там, с друзьями, со всеми, дают все заказ по нему, то есть, соответственно, тема пораза была такой близкой, вот, ну, и дальше уже касаемся книжной иллюстрации, книжная иллюстрация вообще возникла очень-очень давно, и вообще сложно сказать, когда именно она появилась вообще, потому что остались там буквально какие-то, ну, очень мало таких самых-самых первых иллюстраций, ну, этой всей древности, то есть там какие-то комедии и реакции пооставались самые яркие примеры, ну, и до этого в Египте очень часто рисовали их какие-то заклинания, там, их не, ну, различные тоже, как и истории их жизни, да, на папирусе, вот, и, в принципе, что касается такого более, там, большего развития книжной иллюстрации, то это уже где-то 14-15 век в Европе, да, появляется именно уже печать, там, да, именно дробюра, когда появляются и буквы, начиная с две дробюровки, да, что печать этих книгах, так как раньше все это писалось именно вручную, иллюстрации тоже делались вручную и были очень недоступны многим людям, так как это стало очень дорого, а в древности с иметь книгу возрастало все больше и больше, и после этого уже, как бы, в 19 веке пристыли эпоху именно иллюстрированные книги, потому что появились фотомеханические все эти моменты, которые сделали возможность быть иллюстрацией любой общих книгах, и теперь посмотрим такого иллюстратора, как Джереми Холмс, очень классный иллюстратор молодой, который уже основал свою, ну, является директором своей арт-студии и делает такие вот забавные, там, детские иллюстрации, в принципе, у него очень классный тоже актуальный стиль, такие симпанковские моменты тут мы можем как бы наблюдать, ну, и он является очень классным примером того, как вообще может выглядеть, там, и стилизация персонажа, да, и вот даже даже в одном из синий цвет, вот, эти все вещи могут смотреться очень лаконично и грамотно, ну, то есть, вообще в иллюстрации очень классно, когда вы выбираете, там, минимум цвета и максимум какой-то интересный подачи в технике, вот, ну, и дальше, ну, в общем, понятно, это вот книга, которая называлась «Старушка, которая села муху», благодаря которой он очень прославился, вот, потому что она имеет очень такое вот интересное отравление, ну, не знаю, она там первое место на, в одном фестивале, не помню сейчас точно каком, как он назывался, вот, но, как бы, вот для меня он получил такую популярность, ну, и, в принципе, очень активно работает с различными издательствами, ну, и сам, как бы, тоже упускает, какие-то уже там, свои иллюстрации, свои истории, вот, вот, это уже Галя Винко, это иллюстратор из Харькова, очень классная работа у нее, наполненная вообще, вот, таким вот, чувственностью, нежностью, потому что, ну, и, соответственно, сложностью, потому как, ну, ее есть листика, в принципе, ничем не уступает с листики каких-то завтрих иллюстраторов, так как она тоже молодой иллюстратор и полностью, как, все эти работы делает в компьютерной графике, вот, и ее персонажи всегда очень интересны, и ее сюжеты, которые она делает для этих книг, они всегда выглядят очень нетипично, ну, то есть, если посмотреть, да, вот таким образом они действительно выглядят очень, так, тонко, очень сложно прорисовано и очень, ну, как-то очень чувственно, знаете, то есть вызвать какие-то эмоции, в принципе, это очень важно вообще для иллюстратора, сделать, там, свою работу максимально живой, максимально понятной зрителю и вызвать именно ту эмоцию, на которую, как бы, он рассчитывает, потому что, ну, как бы, эмоция, можно говорить сильно вообще обо всем, ну, потребителе, это именно, говорит, о вообще желании выписать какую-то вещь, либо, там, прочитать данную книгу, да, потому что иногда, зачастую, мы купим какие-то книги просто, потому что нам нравится классная вложка, ну, опять-таки, да, потому что у нас владеет врожденное чувство эстетики такой, и от этого нам хочется постоянно какие-то хорошие, ну, симпатичные вещи для себя иметь, вот, ну, и я очень надеюсь, что мне удастся связаться с Галей, потому что мне больше хотелось, чтобы она тоже поучаствовала у нас на фестивале с Галей, так как ее работы действительно оставили очень активные, ну, популярные в интернете, и поэтому, ну, вот, особенно если посмотреть как не на титан, да, то она вырисовывает очень тонко вообще и, как бы, тоже с такой душой, не знаю, то есть на каждой мелочи, в принципе, придает какую-то интересную историю и интересное оформление, вот, ну, как бы, последняя такая работа ее к книге, то есть, ну, на фоне книжных иллюстраторов, ну, не знаю, как бы, учитывая то, что у нас в Украине очень мало платят за книжную иллюстрацию, то ее работа, не знаю, стоит, конечно, много, и, в принципе, видно, что она работает, да, с кем-то украинскими там изнательствами по названию книг, там, да, вот, ну, это уже моя последняя там книжная иллюстрация, делала для своего друга хорошего, Слава Буманюка, и книга, наконец-таки, уже вышла, с формой презентации о Григории, 3 сентября, вот, книга называется «Двадцать первых шестих», должно было книгу выйти еще, конечно же, зимой, потому что, ну, было очень актуально выпустить книгу «Двадцать первых шестих» зимой, но поскольку издательство очень-очень жестко затягивало нам сроки, то получается так, что вышла она в конце лета, вот, но, да, почти, и, как бы, это то, что тоже техника фотоколажа, которые, в принципе, тоже подходят не только для журналов, но и для книжных каких-то, вот, там, ну, там, сюжетов, потому как, ну, вообще, в принципе, фотоколаж очень вартуальный сейчас стал, и мне кажется, больше городов, и очень по-разному, по-разному подают художники свои эти работы, вот, ну, и проблема с современной инфрацией, наверное, заключается, как бы, больше в том, что действительно понравится эта стоповость какая-то, да, какое-то однообразие картинок, ну, вот, такое вот, да, слово я употребляю слабкостью, потому что все то, что мы часто очень видим, да, этих, там, гордатых каких-то рисованных мужчин, да, не знаю, котиков, девушек постоянно с какими-то волосами, там, оленей, солнышек и так далее, то есть, ну, эти речи настолько уже, наверное, там, не знаю, надоели нам в этих лентах новостей, кто смотрит на творческих пабликах, да, хотя, может, вы такое рисовали, и я такое рисовала, окей, вот, но, в любом случае, для начинающего адрестратора это не является каким-то хорошим вообще способом, потому как, если вы начинающий адрестратор, вы начинаете с того, что просматриваете в пабликах и на эти работы и ориентируетесь на них, думаете, вот, я сейчас dicho, что я рисую бледного чувака, я буду модным и классным, и оно поставили 100 лайков, это было классно, то нет, так не будет, потому что даже, если поставят там эти лайки, ну, как-бы не за этим, нужно кнаться за грамотностью, за какой-то крутой подачей, за тем, чтобы иметь сериальное Sinne Hayden и заказы, вы не будете иметь сил, вы будете, ну, как-бы, работать в стиле вот этих вот стоков, потому что это неинтересно, это банально, вы будете похожи на все, а все то, что похоже на все, оно неинтересно и просто не имеет ни актуальность, ни востебованность, соответственно, лучше всего ориентироваться на каких-то крутых мэдров, а лучше даже всего ориентироваться на каких-то мэдров, которые рисовали 50-100 лет назад, и брать из них какие-то именно сами идеи, превращать их при помощи современных техник в какой-то свой продукт, либо же идти путем обращения к грамотным и успешным современным крутым иллюстраторам. Дальше нужно сделать начальщему иллюстратору для того, чтобы начать какую-то свою карьеру. Первое – это определить свою целевую аудиторию. Это очень важно, потому что если вы хотите рисовать для журнала, то это одни иллюстрации. Если вы хотите рисовать для книг или для рекламы, это совершенно другого характера иллюстрации. Здесь очень важно определиться с тем, что вы действительно хотите делать, на чем вы действительно хотите зарабатывать. Ну, скажем, если вы хотите рисовать книжную иллюстрацию, то какая это книжная иллюстрация – детская или взрослая? Если детская, то для каких детей, возраста 5 лет или 10-15 лет? Если это журнальная иллюстрация, то для каких журналов? Для женских журналов, да, либо же для каких-то там мужских журналов, либо политических журналов, либо социальных. Да, если, например, это рекламная, то тоже больше там разработок персонажей, например, это может быть, либо, не знаю, акцент больше на каких-то парализованных продуктах своими, да, этой рекламы. Вот. Ну, и, конечно же, грамотность составить в своем плотфолио. Это очень важно, потому что, как я и говорила, это 90% вообще вашего успеха. Так как здесь...